Итак, сегодня нужно дообсудить правила Лопиталя, мы не успели доказать в прошлый раз соответствующую теорему, и использовать его для того, чтобы доказать суперважный факт, это формула Тейлора с остальшим членом в форме пиано. Давайте начнем с правил Лопиталя. Я напомню формулировку теоремы, которую мы доказываем. Пусть у нас есть две функции f и g, они дифференцируемы на интервале a, b. И пусть f от x стремится к нулю, и g от x стремится к нулю при x, стремящемся к a справа. И g штрих от x не ноль на интервале a, b. И еще пусть также существует предел при x, стремящемся к a справа. Отношение производных f штрих от x разделить на g штрих от x. Давайте его как-нибудь обозначим через L. Тогда предел самих функций, отношение самих функций тоже существует и равен отношению производных. Равен пределу отношения производных. Для того, чтобы эту теорему доказать, мы используем теорему Каши, которую я сейчас тоже напомню. Теорема Каши, которая формулируется так. Пусть f и g дифференцируемы на интервале a, b и непрерывные на отрезке a, b. И пусть для всех точек из интервала g штрих не равняется нулю. Тогда найдется такая точка c из интервала от a до b, что... f штрих от c разделить на g штрих от c равняется... Давайте, окажется, в прошлый раз писал f от a минус f от b. Далить на g от a минус g от b. Хотя нет, давайте наоборот. Неважно, в каком порядке их писать, потому что я меняю одновременно знак в числителе и знаменателе. Просто смотрю, какую мне форму лучше сделать для использования в следующем доказательстве. Вот такая теорема. Мы ее в прошлый раз доказали. И сейчас будем применять. Как? Вспомнили все эти сюжеты? Вроде ли, да. Хорошо. Ну, давайте теперь доказывать про Лопиталя. Хорошо. Смотрите, мне сейчас нужно найти вот такой предел. И мне хочется выразить вот это отношение функций через отношение производных. И пользоваться я хочу теоремой Каши. Теорема Каши... В ней тоже есть какое-то отношение производных. И тоже есть какое-то отношение, но не просто отношение значений двух функций, а, видите, отношение разностей значений двух функций в двух каких-то точках. А у нас просто отношение двух функций. Чтобы такого сделать, чтобы вот эту штуку можно было бы записать вот в таком виде. что то есть теорема лагранжа ну в некотором смысле вот теорема каши это как раз обобщение теорема лагранжа и теорема лагранжа сама по себе нам не понадобится но вот здесь у меня написано f делить на g а я хочу разность я бы хотел бы сделать что-то вроде f минус f в какой-то другой точке и тут тоже g минус g в какой-то другой точке но как бы мне это так сделать x плюс дельта x и просто дельта x ну хорошо кто будет но сейчас это у вас получится что вы берете какой-то отрезочек от x до x плюс дельта x не совсем понятно как вы таким образом у нас же f от а с плюсом стеремится к нулю и g от а с плюсом стеремится к нулю то есть можно прибавить к обоим частям ну к числите и знаменателю этот ноль как раз да только не прибавить а вычесть потому что нам нужно вычитать здесь но неважно что делать с нулем действительно хорошая идея единственная проблема у нас f от а и g от а вообще говоря не факт что определены и уж по крайней мере не факт что они там ноль потому что все что мы говорим она говорится про интервал от а до b и у нас здесь написан предел в котором x стремится к а с плюсом то есть и здесь тоже в общем вот вся эта теорема она вообще никак не упоминает а фата и g от а сам себе значение функции в этих точках но это на самом деле с одной стороны не позволяет нам просто взять и сказать что минус здесь минус фата написать а с другой стороны позволяет потому что формально мы можем ну вот нам известны вот эти вот пределы давайте просто до определим или переопределим значение f от а и g от а нулем и мы таким образом завершаем сразу две проблемы во первых мы можем написать вот эту вот формулу вот тут а во вторых смотрите вот здесь у нас есть требование что f и g не просто дифференцируемы на а б они еще непрерывны на отрезке то есть нам здесь нужна односторонняя непрерывность в концах если мы до или переопределим значение f в точке а нулем то тогда автоматически в точке а у нас будет односторонняя непрерывность потому что нам гарантируется что предел равен нулю а при этом значение будет равно нулю потому что мы его таким положением при этом это изменение функции никак не повлияет на значение вот этих пределов потому что эти пределы вообще никак не трогают значение функции в точке а поэтому от того что мы такую хирургию с функции f проведем ничего не поменяется теорема от этого формулировка теоремы как бы никак не поменяется поэтому первое что мы делаем это до или переопределим f и g в точке а нулем можно еще раз объяснить зачем мы это делаем сейчас объясню значит тогда первое объяснение того зачем мы это делаем тогда f и g становится непрерывными на вот таком вот полуинтервале от а до b раньше нам было известно что f и g дифференцируем на открытом интервале от а до b и значит непрерывно на нём а и мы знаем что их пределы при а нас при стремящемся к а слева равны нулю теперь мы просто принудительно сказали что их значение в точке а тоже равно нулю в этом случае они автоматически становятся непрерывными в точке а слева и значит они становятся непрерывными вот на таком вот полуинтервале это первое что нам это нам пригодится второе зачем нам это нужно у вас зачем тогда теперь можно записать предел при x стремящемся к а справа f от x делить на ж от x теперь записывается в таком виде ты ладно и даже нули мы только что сами их принудительно положили равными нулю поэтому просто вышли нули ничего не поменялось а можно просто мы сейчас хотим как-то к теореме каши прийти совершенно верно да ну собственно говоря вот если сейчас посмотреть на экран то видно даже как да просто нам еще нужно наверное доказать непрерывность в точке b да потому что в теореме каши там должно быть на всем отрезке от а до b хороший вопрос но нет посмотрите значит к какому отрезку мы захотим сейчас применять теорему каши от а до x от а до x совершенно верно значит здесь используют те же самые буквы а и b но на самом деле вот если посмотреть на вот это выражение то видно что здесь то значение функции в одной точке это значение в иксе а в другой в а поэтому а у нас здесь как было так останется а b мы заменим на x поэтому с другой стороны x стремится к а справа поэтому ну там можно считать что у нас здесь x он лежит на вот этом интервале то есть можно сказать что вот у нас есть интервальчик значит вот у нас есть интервал от а до b и у нас сейчас где-то вот здесь вот между ними живет точка x и уж по крайней мере вот на вот этом отрезке у нас функция теперь непрерывно потому что она была дифференцируема на всем вот этом интервале значит она была непрерывно во всех точках этого интервала ну значит мы взяли отрезчик поменьше на этом отрезчик поменьше она тоже непрерывно Извините, пожалуйста, а почему мы взяли именно точку А? Мы не могли, допустим, точку Б взять? Можно было бы написать такую же теорему, где х стремится к точке Б слева. И дальше нам нужно было бы тогда делать все наоборот. Нам нужно было бы записывать наоборот в точке Б доопределять функции нулями. Здесь записаны, соответственно, не f от х минус f от А, а наоборот f от Б минус f от х. Ну, то есть, в общем, да, но просто мы сформулировали такую теорему, поэтому мы еще сработаем с точка. Вот. Хорошо. Итак, смотрите теперь, что у нас происходит. Я просто применяю теперь теорему Каши вот к этой вот штуке. Заметьте, что все условия теоремы Каши выполняются. Значит, мы требовали, чтобы у нас функции f и g были дифференцируемы, а не дифференцируемы. Значит, они дифференцируемы вот тут, вот на таком интервале. Ну, значит, они дифференцируемы и вот тут. Функция g, производная функция g не обнуляется на всем вот этом интервале. Значит, она не обнуляется и здесь. Функции f и g непрерывны на вот таком отрезке. Условия теоремы Каши выполняются. Значит, давайте применим эту самую теорему Каши. Что она нам скажет? Значит, по теорему Каши. Я не очень понимаю, почему мы когда говорим, почему это равенство, откуда мы его взяли? Ну, я понимаю про условия, что... Откуда мы взяли вот это равенство? Да, почему мы можем так сказать? Смотрите, мы только что сказали, что мы до или переопределим функции f и g в точке a нулем. То есть мы пронудительно полагаем, что f от a равняется 0 и g от a равняется 0. Да, но если x не равен 0, то тогда почему мы... У нас вот эта разница f от x минус f от a как бы равна. Сейчас, ну смотрите, у нас здесь отношение f от x делить на g от x, а здесь f от x минус f от a, но f от a равен 0. И g от x минус g от a. g от a равен 0. Да, спасибо. Поняла, спасибо. Так что мы просто два раза 0 вычлили, ничего не поменялось. Вот. Итак, значит, теперь по теореме Каши, чего мы имеем? Для всякого x, принадлежащего интервала от a до b, верно следующее утверждение. Значит, мы применяем теорему Каши к вот этому отрезочку от a до x. Значит, на соответствующем интервале обязательно найдется такая точка c, принадлежащая интервалу от a до x. такая, что f от x минус f от a разделить на g от x минус g от a равняется чему? f штрих от c делить на g штрих от c. f штрих от c разделить на g штрих от c. Значит, теорему Каши мы ее применяем не к отрезку от a до b, а к отрезку от a до x. Можно выбрать? А вот почему сначала записываем от a до b, а потом от a до x? Где записываем от a до b? Вначале по теореме Каши для любого x, принадлежащего от a до b. Ну, сейчас, здесь я говорю следующее. Вот я выбрал какую-то точку x, на полуинтервале от a до b. Лучше на интервале от a до b. После этого я применил теорему Каши. Ну, давайте... Значит, к этому отрезку давайте я переставлю местами. Это не поменяет с точки зрения логики ничего, а чуть-чуть попроще будет читать. Значит, для всякого x из вот этого отрезка, точнее, для всякого x из вот этого интервала, мы применяем теорему Каши к отрезку от a до x и получаем вот такое равенство. Вот. Хорошо. Теперь смотрите, значит, я хочу подчеркнуть одну вещь. У меня вот эта точка c, она принадлежит интервалу от a до x, и в частности это означает, что она зависит от точки x. Для разных x у нас будут получаться разные точки c. Давайте я здесь как-нибудь эту точку c отмечу. Здесь есть точка c. Ну, а x стремится к, да. Да, это мы сейчас устремим. Вот. Давайте я просто напишу, что c на самом деле зависит от x. И буду здесь везде тоже это писать, что c от x это какая-то функция на самом деле. Я специальное место оставил, чтобы туда вписать x. Вот. И теперь смотрите, что у нас дальше получается. Значит, давайте я продолжу теперь вот это равенство. Получается, что у нас написан такой предел при x, стремящемся к a справа. Я применяю вот это равенство. И получается, что это есть f' от c от x разделить на g' от c от x. Ну, и это почти то, что нам нужно. Потому что мы уже получили предел отношения производных. И нам осталось сделать один шаг. Я хочу, вот у меня сейчас x стремится к a справа. Вот здесь написано какая-то c от x. Хочу я в итоге получить вот такую штуку. То есть я хочу, чтобы вот здесь, вот под этими производными, была бы написана та величина, которая стремится к a справа. Но заметьте, что если x стремится к a справа, то что делает c от x? Тоже стремится к a справа. Он тоже стремится к a справа, просто потому что он зажат между a и x. Более того, c от x никогда не принимает значения a. Потому что теорема каши нам гарантирует, что вот эта точка c, она найдется на интервале от a до x. Поэтому c от x не равняется a. Поэтому можно использовать теорему о пределе сложной функции. Заметьте, что здесь мы ничего не говорим про непрерывность внешней функции. Нам ее никто не обещал. Но зато нам известно, что внутренняя функция никогда не оказывается равна той точке, к которой стремится. Это вторая из формулировок теоремы о пределе сложной функции, которую мы здесь можем использовать и просто сделать такой переход. Мы знаем, что вот эта штука теперь равняется пределу при c стремящемся. Значит, это c у меня какая-то теперь новая переменная. Ну, хорошо, давайте, может быть, я скажу, что это пусть будет не c. Давайте я как-нибудь по-другому назову. y пусть будет. Значит, предел при y стремящемся к a с плюсом f' от y разделить на g' от y. Ну, а это ровно то, что нам нужно. Значит, вот это... Можно еще раз? Да, да. Сейчас скажем. Вот это вот. Значит, вот эта штука – это теорема о пределе сложной функции. А именно, нам нужно проверить. Значит, мы знаем, что у нас c от x стремится к a плюс при x, стремящемся к a плюс. И второе условие, которое нам нужно проверить, что c от x никогда не равняется a плюс. Вот. Значит, это верно там для всех x, в которых она определена. Вот. Этих двух условий нам достаточно для того, чтобы применить теорему о пределе сложной функции. Ну, действительно. Что говорит теорема о пределе сложной функции? Ну, вот смотрите. Значит, мы... Мы говорим следующее. Мы говорим, что у нас, когда x приближается к a справа, c от x тоже приближается к a справа. Поэтому, если посмотреть на вот этот предел, да, что здесь написано? Здесь происходит следующее. У нас x становится близок к a, c от x тоже становится близок к a, и c не оказывается равен a. Таким образом, вот этот вот предел, это то же самое, что я просто вот эту вот величину, которая здесь стоит, стоит под значениями этих функций, я ее устремляю к a справа. Или это вот то же самое, что вот этот предел? Можно вопрос? Вот в втором пункте мы говорим, что c от x не равно a справа. То есть мы имеем в виду, что это... Ну, просто не равно. Просто не равно, на самом деле. В общем, это достаточно. Да, ну, можно было бы сказать, что оно больше a всегда. Извини, пожалуйста, а можно уточнить вот это равенство, которое у вас в кружочек обведено? Я правильно понимаю, что... Продолжение вот этого. А, все, хорошо. Вот теперь я буду общаться. Я просто применил вот эту формулу, я просто подставил вот сюда и получил вот эту штуку. Почему c от x стремится к a? Вопрос на засыпку. По теории двух милиционеров. По теории двух милиционеров, да. Потому что мы знаем, что c от x меньше, чем x и больше, чем a. Ну, значит, a у нас так и остается. А, x стремится к a, значит, c от x тоже стремится к a. То, что не равно a, это условие следует отсюда. Так что, как видите, все работает. Можно вопрос? Нам здесь вот в правиле питали обязательно, чтобы x стремился к a справа? Ну, в смысле... Нет, не обязательно. Не обязательно. Значит, смотрите. Я сейчас доказал это для x, который стремится к a справа, но... То есть также доказывается и для x, который стремится, наоборот, к a слева. Только нам нужно было бы требовать выполнения всех этих условий на левом полуинтервальчике. Точнее, интервальчике. Вот. И на самом деле, если вы знаете, что у вас все вот эти условия выполняются в проколотой окрестности точке какой-то точки, то это означает, что они выполняются и на правой половинке, и на левой половинке. Ну, а значит, вы можете применить теперь это правило, вот такую теорему и ее аналог применить для стремления с одной стороны, для стремления с другой стороны и получить обычный предел. Так что это просто мне так доказывать проще. Да, я поняла. Спасибо. Значит, аналогично... Значит, эта теорема закончилась. Доказали. Значит, аналогично доказывается... Извините, я немного не понял, а как мы пришли к тому, что... То есть у нас же изначально было, что в доказательстве, что предел F от X делить на G от X вот, он у нас должен быть равен получается пределу производных. Еще раз скажите. У нас получается предел F от X делить на G от X должен быть равен пределу производных. Пределу отношения производных. Да, пределу отношения производных. Но это то, что мы доказываем, да, и мы это доказали. Мы доказываем, что если предел отношения производных существует, то предел отношения самих функций тоже существует и равен этому пределу отношения производных. Где мы доказали предел отношения производных в точке X? Сейчас. Что значит в точке X? Значит, мы доказывали следующую штуку. Вот мы начали с той величины, которую нам нужно найти. Нам нужно доказать, что вот эта величина равна L. И вот мы с ней начинаем. Дальше мы ее тут всячески преобразуем, преобразуем, преобразуем. В конечном итоге приводим к тому, что она равна вот такой штуке. Вот та штука, которая здесь написана, это ровно то же самое, что нам нужно было. И не знаю, видно так или слишком мелко? Видно. Значит, вот давайте смотреть. Вот эта штука, это ровно то же самое, что вот эта штука. Ну, просто переменная называется по-другому, но это не важно. Я могу переименовывать переменные, лишь бы во всех местах одновременно. Значит, у меня здесь X стремится к A справа, а здесь Y стремится к A справа. Но это одно и то же. А в смысле это одно и то же? То есть это как? Ну как, ну слушайте, ну вот смотрите. Вот, допустим. Вы согласны, что справа и слева написано одно и то же? А, да. Да, я поняла. Вот и здесь то же самое. Нам важно то, куда оно стремится. Если бы я здесь написал бы 0, а здесь написал бы 12, то были бы разные штуки. А если я заменяю вот здесь вот все X на все Y, то ничего не меняется. Спасибо большое, сейчас понятно. Ага, хорошо. Значит, надо было этот пример привести. Вот. Можно еще вопрос? А вот тут мы применяем теорему о пределе сложной функции. А нам же нужно именно сказать, что функция производная непрерывная в точке C. Нет, смотрите, значит, у нас есть две версии теоремы о пределе сложной функции. В одном случае мы требуем непрерывность внешней функции, и это то, что я доказывал на лекции. Вторая версия, которую я сформулировал, не доказывал, но доказывать которой очень хорошее упражнение, это следующее, что если внутренняя функция никогда не принимает то значение, к которому она стремится, то тогда тоже теорема о пределе сложной функции тоже работает. Но на самом деле, если вы вспомните доказательства той теоремы, которую мы доказывали, и те контрпримеры, которые мы строили, то там видно, что проблемы, которые там возникают, они возникают только в том случае, если выполняются два условия одновременно. Во-первых, внутренняя функция принимает то значение, к которому она стремится, а во-вторых, внешняя функция не непрерывна. Вот если оба этих условия выполняются, то тогда там могут быть проблемы. А если хотя бы одно из них нарушается, например, если внешняя функция непрерывна, или если внутренняя функция никогда не принимает значение, к которому стремится, то тогда никаких проблем не возникает. И работает такая наивная логика, что мы говорим, что когда х становится близок к а, то с от х тоже становится близок к а. И поэтому вот такой предел равен такому пределу. Хорошо, спасибо. Вот. Значит, аналогично доказывается правило Лопиталя. При х, стремящемся к b слева, аналогично можно вывести при х, стремящемся к какому-то х0, при соблюдении условий в проколотой окрестности. Дальше. Значит, есть следующая теорема, что если у вас х стремится к плюс бесконечности, например, и у вас такая же история. Значит. Значит, пусть у вас... Есть еще такая версия на бесконечности. Пусть х от х стремится к нулю, и же от х стремится к нулю. При х стремящемся к плюс бесконечности. f и g дифференцируемы на каком-то... Какой-то от точки а до плюс бесконечности. И g штрих от х не ноль для всех х из, допустим, отсюда же. Тогда... Ну да, и пусть существует предел производных, отношения производных. Тогда предел функции тоже равен l. То есть есть такая же теорема, только для х от стремящемся к плюс бесконечности. Значит, я сейчас не буду ее доказывать. Она сводится к уже доказанной... Т равняется единице на х. Значит, доказывать сейчас не буду. Но это несложно. Значит, есть... Все, что мы сейчас обсуждали, это правила питания для пределов типа 0 на 0. Для неопределенности типа 0 на 0. То есть мы требовали, чтобы у нас и f и g стремились к нулю. Правила питания работают и в том случае, если у вас есть неопределенность бесконечности, деленная на бесконечность. Значит, эта теорема доказывается посложнее, и я совсем не буду ее доказывать. Значит... Но это иногда полезно знать. Извините, может, это глупый вопрос, но я правильно понимаю, что l – это какой-то определенный предел? То есть это какая-то константа? Такие слова. Да, если у нас бесконечность получилась, то правила питания нельзя принимать. Ну, то есть предел f'x делить на g'x равен бесконечности. Мне кажется, что оно все равно сработает. Мне кажется, что оно все равно сработает, даже если бесконечность. Ну, а можно это как-то доказывать? Формально наша теорема доказана в предположении, что предел конечный. Но так, если посмотреть, то мне кажется, что оно и в случае бесконечного предела тоже сработает. Потому что... Ну, фактически, что мы говорим? Мы говорим, что... Ну, как бы, если вот эта вот штука, на самом деле, стремится к бесконечности, но тогда вот эта штука тоже будет стремиться к бесконечности. Так что, на самом деле, неважно, что l – число или бесконечность. Лишь бы существовало. Лишь бы хоть в каком-то смысле... Ну, как бы... Лишь бы хоть в каком-то смысле был бы равен l. Вроде так. Ну, по крайней мере, я сейчас не вижу проблем здесь. Всегда, конечно, есть риск напороться на какую-то хитрость, которую я не заметил, но вроде работает. Вот. Значит, для случая бесконечная бесконечность тоже правила питания работают. Доказательство посложнее, мы его обсуждать не будем. Там нужно немножко повозиться, потому что там вот нельзя сделать вот этот трюк с доопределением функции. Здесь вот мы легко свели эту штуку к задаче каши, просто доопределив функцию в нуле к тереме каши. В случае, если вы работаете не в окрестности конечной точки, а в окрестности бесконечности... Точнее, не так. Если у вас функция стремится к бесконечности, то там не доопределишее значение. Вот. Но вот в общем такие правила есть. Самое главное, что нужно проверить при применении правил L'Epitalia... Ну, формально, конечно, нужно проверить все условия, но самое главное, где есть риск ошибиться, это когда вы применяете правила L'Epitalia, когда у вас неопределенность. То есть у вас есть какая-нибудь штука типа 1 делительная бесконечность или вообще константы делители на константу конечные, ненулевые. А вы пытаетесь применить правила L'Epitalia, в этом случае оно, конечно, не работает. Поэтому совсем так бездумно им пользоваться не нужно, но, как правило, если у вас есть неопределенность, и вы понимаете, что можно попробовать пролопиталить, то это, как правило, работающий метод. Собственно говоря, сейчас мы это дело применим к следующей теореме, которая мне кажется даже более важной, чем само по себе правило Лопиталя, но без правила Лопиталя ее не докажешь. А именно это формула Тейлора с остаточным членом в форме Пиано. Смотрите. Это история про аппроксимацию функций более простыми функциями, про приближение функций более простыми функциями. С чего все началось? Есть у меня какая-то функция f. И пусть я знаю чего-то про эту функцию f в точке x0. Ну, например, я знаю ее значение в точке x0. Так. Спасибо. 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 А меня интересует значение этой функции не в точке x0, а где-то близко, в какой-то другой точке x, которая близка к x0. Что я могу сказать, пусть даже примерно, про значение функции f в точке x? Ну, вообще говоря, если я ничего не знаю про функцию, то я ничего не могу сказать. Мы можем посмотреть, попробовать ее с помощью какого-то, ну, прикинуть, на какую полиномную функцию похожу x. Этим мы сейчас займемся. Но давайте действовать постепенно. Значит, если я ничего не знаю про функцию f, то, вообще говоря, если я знаю ее значение в точке x0, то совершенно непонятно, что я могу сказать про ее значение в близких точках. Даже если x очень близок к x0, даже если x где-то вот здесь находится, если функция f, если мне про нее неизвестно вообще ничего, то значение в близких точках может быть каким угодно. Может быть, что угодно здесь может быть. Представьте себе функцию Dirichlet, которая принимает значение 1, которая может приводить значение 1 в точке x0 и значение 0 в сколь угодно близких точках. Но, например, если я знаю, что функция f непрерывно в точке x0. Ну, если x стремит к x0, то и примерно значение тоже. Значит, пусть f непрерывно в точке x0. Тогда, если x близко к x0, f от x, давайте я условно напишу, примерно равняется f от x0. Это условие непрерывности, буквально записанное. Ну, в условии непрерывности написано предел. Я сейчас вместо предела пишу вот такой значок примерного равенства. Но смысл его в данном контексте именно в том, что f от x стремится к f от x0. Это просто определение непрерывности. То есть, иными словами, я говорю вот что. Я говорю, что у меня функция f аппроксимируется, приближается просто постоянной функцией вот такой вот. y равняется f от x0. И это как бы нулевое приближение к моей функции. Оно в какой-то мере работает. Ну, в какой мере оно работает? Оно работает в том смысле, что действительно, если x очень близок к x0, то вот это вот расстояние маленькое. Но давайте теперь предположим, что я хочу какое-нибудь приближение получше. Все-таки видно, что моя функция, ну вот совсем не горизонтальная прямая, она вот как-то здесь под каким-то накланом проходит. Производная в точке. Да. Следующий шаг такой. И если я потребую дифференцируемости, пусть f дифференцируема в точке x0, тогда что тогда? Производные тоже будут равны. Кто кому равен? Значит, в какой функции я смогу тогда аппроксимировать мою функцию f получше, чем вот просто горизонтальная прямая? Касательная к линейным. Касательная, да. Можно будет написать линейную функцию, графиком которой является касательная. И можно будет сказать следующее. Тогда f от x примерно равняется... Ну давайте я напишу эту самую касательную. Значит, она записывается так. f от x0 плюс f штрих в точке x0 умножить на x минус x0. Уравнение касательное. И при этом вот это приближение, оно получше, чем вот это. Вопрос такой. А нельзя ли сделать еще лучше? Вот мы же видим, например, что вот видите, вот эта вот у меня картинка, да. Видно, что она все-таки не совсем касательная. Что вот у нее есть какие-то еще дополнительные изгибы. Может быть, мы можем какое-то сделать приближение еще получше, чем вот такое. Получше, чем вот это линейное. А мы что в итоге хотим получить? Мы хотим получить функцию, которая примерно совпадает с графиками? Или просто вот в этой маленькой окрестности точки x2? Ну, мы хотим аппроксимировать функцию как можно лучше. Ну вот, как получится, так и аппроксимируем. Но чем лучше аппроксимация, тем лучше. Мы можем вернуться к той формуле, где еще было альфа от x. Ну, да, на самом деле формальные утверждения такие. Смотрите, вы обсуждали о маленькой на семинаре, да? Да. Вот, поэтому смотрите, значит, вот утверждение вот это вот, примерное равенство первое, оно формализуется так. Формальное утверждение состоит в том, что предел при x, стремящемся к x0, f от x равняется f от x0, или можно записать это таким образом, f от x равняется f от x0 плюс o маленькой от единицы. Извините, вы пишете? Да, сейчас. Значит, можно написать это вот так. Почему это можно написать вот так? Ну, кто такое о маленькой от единицы? О маленькой от единицы – это какая-то функция. Значит, здесь все происходит при x, стремящемся к x0. Значит, о маленькой от единицы – это функция, которая стремится к чему? Когда x стремится к x0. По определению нам нужно, чтобы эта функция, когда ее поделим на единицу, чтобы она стремилась бы к 0. То есть сама эта штука стремится к 0. Поэтому записать вот это утверждение – это все равно, что записать вот такое утверждение. Разница между f от x и f от x0 стремится к 0. То есть есть о маленькой от единицы. Дальше. Вот эта вот штука. Я напомню, что формально мы обсуждали, что у нас есть вот такое утверждение. Извините, пожалуйста, но ведь вместо единицы мы могли написать любое другое число. Могли бы, да. Могли бы написать о маленькой от двойки. Главное, что не о маленькой от x. Точнее, не о маленькой от x минус x0, вот что важно. Потому что у нас x стремится к x0. Вот смотрите, помните, мы обсуждали, что определение производной можно переписать в таком виде, что производная вот эта вот штука – это такое число, что верно вот такое представление. И здесь альфа от x стремится к нулю при x, стремящемся к x0. Давайте посмотрим. Вот эту вот штуку можно записать как о маленькой от чего? От x. Ну, не от x, потому что маленьким становится не x, а кто? Их разница. Их разница. x минус x0, да. Поэтому здесь можно написать о маленькой от x минус x0. То есть, заметьте, что вот это условие и вот это равенство – это одно и то же. по определению о маленького. Что такое о маленькой от x минус x0? Это такая функция, что если ее поделить на x минус x0, то этот предел будет стремиться к нулю. Здесь, когда мы ее делим, вот у нас вылезает вот эта альфа. То есть, смотрите, и что мы говорим? Вот у нас здесь есть у маленькой от единицы – это какая-то величина, которая просто стремится к нулю. А здесь у нас есть у маленькой от x минус x0. То есть, это какая-то величина, которая стремится к нулю быстрее, чем x минус x0. То есть, вот это приближение, оно лучше, чем вот это приближение, более точное. Можем ли мы этот процесс как-то продолжить? Можно еще раз почему более точное приближение? Ну, смотрите, вот про эту вот штуку, про этот остаточный член, мы говорим, единственное, что мы говорим, это просто, что он становится маленьким, когда x стремится к x0. А про вот этот член, мы говорим, что он не просто становится маленьким, когда x стремится к x0, а он становится маленьким по сравнению с x минус x0. То есть, даже если мы его… Вот здесь какое-то маленькое число, но даже если мы его поделим на маленькое число x минус x0, то в частном все равно будет штука, которая стремится к нулю. Ну, вот это похоже на то, что вот, например, x квадрат… Вот представьте себе, что у нас, допустим, есть функция x квадрат, и она стремится к нулю при x, стремящемся к нулю. А есть функция просто x, и она тоже стремится к нулю при x, стремящемся к нулю. Но x квадрат стремится к нулю быстрее, чем просто x. Почему? Ну, потому что, ну, вот как бы можно сказать так, что вот если я даже поделю этот x квадрат на x, то отношение все равно стремится к нулю. То есть, если бы они стремились, так сказать, с одинаковой скоростью примерно, да, если бы здесь не x квадрат было бы написано, скажем, 2x, да, то мы поделили бы 2x на x, получили бы просто двойку константу. Она никуда не стремится. Ну, то есть она стремится к двойке, она не стремится к нулю. Вот, а здесь важно, что x квадрат, он как бы гораздо меньше, чем x, потому что он является маленьким числом x, умноженным еще раз на это же маленькое число x. Поэтому он как бы во сколько угодно раз меньше, чем x. И вот про эту штуку мы тоже говорим, что она становится во сколько угодно раз меньше, чем x минус x. То есть это означает, что вот эта вот штука, она стремится к нулю как бы быстрее, чем вот эта штука. Поэтому вот это приближение, оно лучше, чем вот это приближение. Ну и пока картинки видно, да. Если вы хотите приближать вашу функцию, то, конечно, если вы выбираете между этими двумя приближениями, то, конечно, касательно лучше, чем просто горизонтальная прямая. Согласны? Как ответил я на вопрос о том, чем? Да, спасибо. Отлично. Вот, значит, дальше. Следующая идея состоит в том, что мы хотим этот процесс продолжить. Ну, какие у нас есть идеи, как можно было бы продолжать? Ну вот смотрите, значит, первое, вот это вот наше нулевое приближение. Мы приближали функцию f, просто функция, которая вообще от x никак не зависит, константы. На втором шаге мы в качестве приближения выбрали функцию, которая от x зависит линейно. Здесь x входит в первой степени. Что можно делать дальше? Какие более сложные функции можно рассматривать? Двойная производная f. Так, значит, будет участвовать вторая производная, это правда. А функция-то какую мы выберем? Не линейно, а полином. Не линейно. Да, вот давайте возьмем какой-то полином. Давайте возьмем, например, многочленд второй степени. И смотрите, какая идея. Вот эта вот линейная функция, она чем хороша? Тем, что у нее наклон в точке x0. Ну, как бы, ну вот он совпадает с производной. То есть она растет в точке x0 с такой же скоростью, как и вот эта функция. То есть у этой штуки производная совпадает с производной функцией f в точке x0. От многочлена второй степени мы будем требовать, чтобы у него совпадало не только значение функции f в точке x0. Он не просто проходил бы через эту точку. Не только первая производная совпадала бы. Ну и вторая производная совпадала бы. Давайте найдем такой многочлен. Давайте я его обозначу t2 от x. такое, что t2 в точке x0 равняется f от x0. t2 штрих в точке x0 равняется f штрих в точке x0. и t2 2 штриха в точке x0 равняется f2 штриха в точке x0. Значит, теоретически можно было бы просто написать, что t2 от x это какой-то многочлен a плюс bx плюс cx квадрат плюс dx куб. Или, ну окей, нам на самом деле второй степени хватит. И просто найти эти самые коэффициенты просто вот из этих равенств. Но я сделаю более простую штуку, а именно давайте просто ее последовательно выписывать. t2 от x равняется... Ну, смотрите, во-первых, я точно знаю, что у него свободный член. Давайте так, я буду выписывать этот многочлен, я буду использовать там вот такую вот штуку x минус x0 вместе. И поэтому я начну выписывать его в таком же виде, как он вот здесь написан. Смотрите, значит, я скажу вот что, что это есть f от x0 плюс f штрих от x0 на x минус x0 плюс какая-то константа... Давайте как-нибудь ее обозначу, что называется c2. Умножить на x минус x0 в квадрате. А почему мы так сделали? Ну, смотрите, давайте проверим. Я утверждаю, что вот этот многочлен, какую бы мы константу c2 не выбрали, я утверждаю, что вот этот многочлен удовлетворяет, по крайней мере, первым двум условиям. Давайте проверим. Если x равняется x0, чему равняется c2 от x? Значит, вот эти вот штуки две обнулились, потому что x равен x0. Вот в этих скобках будут просто нули написаны. Поэтому t2 от x равняется... t2 от x0 равняется f от x0. Первое условие таким образом проверено. Согласны? Да. Давайте посмотрим на второе условие. Значит, если я продиференцирую t2, что получается? Чему равняется t2 штрих? f штрих от x0 и x0... Ну, и там дальше все обнуляется опять, потому что... Да, но давайте уж найдем этот производный, он нам еще пригодится. f в 2 штрих от x0 на x минус x0. Сейчас, сейчас, сейчас. Откуда у вас взялось f в 2 штриха? Ну, продиференцируем f штрих. Сейчас, секунду. Смотрите, у меня x0 – это какая-то фиксированная точка. А, ну тогда 0. Вот это очень важно. Смотрите, значит, вот во всей этой истории у меня сейчас x0 – это какая-то фиксированная точка. И когда я буду находить производные, я буду считать, что x0 – это просто константа. Какое-то конкретное число. Можете считать, что x0 равен 0 для простоты. Значит, поэтому здесь второе с лагами я дифференцирую. У меня получается просто f штрих от x0. А третье с лагами я дифференцирую. Что получается? 22 умножить на x минус x0. 22 на x минус x0. Совершенно верно. Первое слагаемое при дифференцировании обнулилось, потому что x0 – константа. Теперь смотрите. Второе производное в точке x0 чему равняет? t2' в точке x0. Значит, в этом случае вот эта вот штука обнуляется. И мы видим, что t2' в точке x0 равняется f' от x0, как мы и обещали. Значит, вот это вот равенство мы тоже проверили. Теперь вопрос. Как подобрать c2 так, чтобы вот эта равенство выполнялось? Еще раз возьмем производную от t2, производная от x. Да, давайте возьмем вторую производную от t2. То есть, иными словами, нам нужно взять производную от первой производной. То есть, иными словами, нам нужно взять производную от вот этой штуки. Что получается? А, ну, константа как раз. Какая константа? 22. Так, и нам нужно, чтобы она равнялась чему? f2' от x0. Да, значит, мы хотим, чтобы она равнялась f2' от x0. Поэтому константа наша, c2, есть f2' от x0 разделить на 2. Извините, можно еще раз, пожалуйста, вот где t2' от x. Вот я поняла, что первая у нас это будет константа, просто f от x0. А вот второе слагаемое, почему вы в итоге получили f' от x0? Нет, в смысле f' от x0. Вот это? Да. Ну, смотрите, вот мы дифференцируем вот эту штуку. А здесь f' от x0 умножается на x минус x0. Значит, вот эта штука – это константа. А производная от x минус x0 по x – это единица. Поэтому здесь остается вот эта штука. А, все, спасибо. Вот, отлично. То есть, смотрите, чего мы получили. Мы получили вот такую замечательную штуку. Значит, мы получили такой многочлен. t2 от x равняется f от x0 плюс f' в точке x0 на x минус x0 плюс f2' в точке x0 пополам на x минус x0 в квадрате. Вот. Про него еще я про многочлен такого типа я сейчас сформулирую утверждение. Но давайте все-таки я хочу его сразу сформулировать в общем виде. Поэтому давайте подумаем, а что будет дальше. Ну, то же самое, да. f3 штырых а поделить на 6, наверное. И там же в кубе. Разность в кубе. Наверное, так. Да, то есть, смотрите, пусть у меня теперь, пусть f имеет n производных в точке x0. Тогда давайте рассмотрим такой многочлен. tn от x. Он определяется так. f от x0 плюс f' от x0 на x минус x0 плюс f2' от x0 пополам на x минус x0 в квадрате. Ну, давайте смотреть, что нужно теперь дописать третьим слагаемым. Значит, третьим слагаемым здесь будет x минус x0 в кубе. А какой вот здесь вот коэффициент нужно поставить? Ну, логично, что здесь будет третья производная. Да, вот на что его нужно поделить? На 6. На 3. 3 факториал. Так, на 6 или на 3? 3 факториал. А почему факториал? Ну, не знаю. Мы же там показатель степени. У нас после каждого раза будут вылезать новая степень. Да, там 3 и умножить на 2. Ага, совершенно верно. Посмотрите, когда мы будем дифференцировать вот эту штуку, когда мы ее один раз продифференцируем, здесь вот эта вот тройка выскочат сюда. Ну, давайте я уж напишу, что здесь будет 3 факториал. Значит, давайте смотреть. Я сейчас так напишу, что вот у меня tn штрих от x. Я сначала не повторяю производную, а пишу производную последнего слагаемого. Значит, здесь будет f3 штриха от x0 разделить на 3 факториал умножить на 3x минус x0 в квадрате. Согласны? Значит, я подифференцировал вот эту штуку. Тройка снеслась, потому что эта степень уменьшилась на единичку. Теперь радостно вот эта тройка сократилась. Значит, здесь у меня 3 факториала. 3 факториала – это 3 умножить на 2. Давайте я так и напишу. И у меня эта тройка радостно сократилась. Когда я посчитаю вторую производную, опять же, у меня будет какое-то начало, и дальше последняя слагаемая будет устроена так. Значит, я теперь дифференцирую вот эту вещь. Двойка сносится, и остается вот такая штука. Теперь двойки радостно сокращаются. И когда я посчитаю третью производную, я получу что? Нолик. Ну, это когда я подставлю х, равную нулю. Сейчас, я не получу нулю. Ну, пока. Ф3 штриха от х, ноль. Я получу просто ф3 штриха от х, ноль. Вот, на самом деле, все предыдущие, все вот эти вот слагаемые, когда я их продифференцирую 3 раза, они просто обнулятся, потому что степень каждый раз уменьшается, и вот здесь вот эта вторая степень, она просто при дифференцировании, при трехкратном дифференцировании, она просто занулится. Поэтому останется просто вот такая штука. Вот. Ну, и так далее. На самом деле, давайте я здесь напишу, что у меня тут возникает вот такая штука. Значит, n-ая производная в точке х, ноль, умножить на х минус х, ноль в степени n. И на что мне здесь нужно поделить? На n-факториал. На n-факториал, совершенно верно. Вот. Вот эта вот штука, которую мы получили, называется Тейлоровским многочленом. Значит, она строится по функции и по конкретной точке. А дальше это просто многочлен от х, многочлен степени n. Значит, чем замечательный Тейлоровский многочлен? Тем, что все его производные, до n-ой включительно, в точке х, ноль, совпадают с производными функций f в точке х, ноль. Значит, утверждение. Для всех n от нуля, ой, это я плохо пишу, для всех k. От нуля до n. k, т производная, f, k, производная Тейлоровского многочлена равняется k, производная самой функции. Все это мы берем в точке х, ноль. Собственно говоря, доказательство состоит в том, что вы просто делаете прямую проверку и, в общем-то, мы этого рода вещи только что проделывали несколько раз. А можно маленький вопрос? Давайте. Вот вы везде делаете там производное чего-то умножить на х минус х, ноль. Я вот просто не до конца поняла про вот эту скобку. Я правильно понимаю, что нам нужно, чтобы у нас там занулялся многочлен? Совершенно верно. Нам нужно, чтобы у нас занулялась, нам нужно, чтобы когда х равнялся х, ноль, чтобы у нас, вот когда мы дифференцируем вот эту вот штуку, нам нужно, чтобы у нас выживала только одна скобка. Значит, ну вот, допустим, я считаю, скажем, вторую производную вот этого ТН-ного. Что у нас при этом происходит? Вот эти вот штуки у нас зануляются, потому что мы их слишком много раз продифференцируем. Во всех вот этих вот штуках, когда мы их н раз продифференцируем, останутся вот эти скобки х минус х ноль в какой-то степени. Когда мы подставим х равное х ноль, у нас вот эти все штуки тоже занулятся. Единственная штука, которая не занулится, это вот эта штука. И благодаря этому мы и, благодаря этому как раз и выполняется вот это равенство. То есть, каждая слагаемая устроена так, что его производная слагаемого степени К, КТ производная слагаемого, в которой есть степень К, просто равняется в соответствующей производной функции F, а все остальные при К-кратном дифференцировании и подстановке х равняется х ноль погибают. Значит, те, которые лежат левее Катова, они погибают из-за того, что у них степень меньше, и дифференцирование каждый раз уменьшает степень, а производная константа равна нулю. А все, наоборот, которые лежат правее, они погибают, потому что в них, наоборот, остается скобка х минус х ноль. И когда вы подставляете х равное х ноль, там получается нуль. Вот так эта формула работает. А зачем мы подставляем х равное х ноль? Ну, потому что я хочу... Просто чтобы занулить? Ну, я хочу сделать вот такое утверждение. Я хочу доказать вот такое утверждение. Я хочу построить функцию, которая бы, с одной стороны, являлась многочленом, а с другой стороны, у которой все производные в моей фиксированной точке, в точке х ноль, совпадали бы с производными самой функции F. То есть я хочу аппроксимировать мою функцию F с каким-то многочленом, у которого не просто значение совпадает, не просто производная совпадает в точке х ноль, а вторая производная совпадает в точке х ноль, третья производная и так далее до n. Вот. Значит, ну и давайте я попробую теперь доказать ключевую теорему. Значит, основная теорема, которая как раз и состоит в том, что она формула Тейлора. Значит, формула Тейлора с остаточным членом формы Лагранжа. Ой, не формы Лагранжа, формы Пиано. Что-то я сегодня все время ошибаюсь. Она говорит следующее. Она говорит, что ТН-й... Ну, давайте я уже полностью сформулирую. Значит, пусть F имеет n производных в точке х ноль. Тогда ТН-й от х равняется... Давайте в другую сторону напишу. F от х это есть ТН-й от х плюс О маленькая от х минус х ноль в степени n. То есть, как бы, эта штука говорит, что наш Тейлоровский многочлен он не просто приближает функцию f, а он ее приближает с вот такой хорошей точностью. Заметьте, что здесь х минус х ноль возводится в степень n. То есть, чем больше n, тем вот эта вот штука становится меньше, когда х становится близок к х ноль. То есть, как бы, вот степень касания, порядок касания становится больше и больше. Возникает такое касание высокого порядка. Вот. Давайте попробуем это утверждение доказать. Можно вопрос? Давайте. Вот это у маленькая от х минус х ноль в n-ной степени. Это означает, что если мы f от х поделим на х минус х ноль в n-ной, то пределы этого отношения будет равен нулю, да? Да, только не сам f от х, а разность между f от х и tn. То есть, фактически, нам нужно найти вот такую штуку. вот мы хотим сказать, что вот эта разность, она не просто маленькая, а она остается маленькой, даже когда мы ее поделим на супермаленькую величину х минус х ноль в степени n. Вот. Хорошо. И как вы думаете, мы будем находить вот этот предел? А можно еще раз? Правила Лопиталя. Лопиталя. Да. Какой был вопрос? Можно еще раз? Почему вот такой предел взяли? Ну, потому что, смотрите, вот что говорит нам вот это утверждение? Оно говорит, что разность между f от х и tn от х есть у маленькая от х минус х ноль в степени n. Кто такое у маленькая от х минус х ноль в степени n? Это такая функция, что если ее поделить на х минус х ноль в степени n, то это отношение стремится к нулю. Это определение у маленького. Хорошо, спасибо. Вот. Поэтому для того, чтобы доказать, что действительно такое представление верно, мне нужно найти вот такой предел и доказать, что этот предел равен нулю. Да. И действительно, давайте применим правило Лопиталя. А именно, смотрите, значит, у нас знаменатель дифференцируем и производные не обращаются в ноль. Числитель дифференцируем. По крайней мере, я потребовал, чтобы f имела n производных в точке х ноль. Это означает, что у нее, по крайней мере, n минус первая производная существует не просто в точке х ноль, а в некоторой ее окрестности, потому что мы, чтобы иметь возможность продифференцировать функцию f n раз, нам нужно иметь возможность вычислять значение n минус первой производной где-то в окрестности точки х ноль. Поэтому числитель тоже можно продифференцировать, ну, по крайней мере, один раз. И давайте посмотрим, что получается. Значит, предел. Да, и еще мы знаем, что вот эта штука стремится к нулю, и эта штука тоже стремится к нулю. Откуда это? Ну, то, что вот эта штука стремится к нулю. Еще раз, можете повторить, почему у нас числитель дифференцируем? Числитель дифференцируем, значит, давайте скажем вот что, что поскольку f имеет n производных в точке х ноль, значит, f имеет n-1 congested n-1 производную в окрестности точки х ноль. Ну, потому что для того, чтобы получить n производных, нам нужно продифференцировать n-1 производную. Но чтобы продифференцировать n-1 производную, нам нужно, чтобы эта n-1 производная была определен в окрестности, иначе какой-то производный там оси, а то что окрестно с непрерывным по производной минус первая получается не печать я утверждаю следующий отвеждаю что если мы утверждаем что вот смотрите мы утверждаем что функция что функция что означает что функция f есть n производных это означает что функция f что n минус 1 производная дифференцируема в точке x 0 что мы можем посчитать производную от n минус 1 производит правильно но если мы можем посчитать но как бы если fn минус 1 дифференцируема то это означает что она определена она определена в некоторой окрестности точки x0 иначе как там производную записать просто по определению да просто когда мы записываем производную мы говорим что это предел это предел разности между значением функции в точке и значение функции в какой-то другой точки из окрестностей f от x минус f от x0 делить на x минус x0 значит функция должна быть определена в этой окрестности ну вот поскольку мы требуем чтобы n производных было бы то нам нужно чтобы fn минус 1 было бы дифференцируема в какой-то окрестность значит она определена в этой окрестности значит по крайней мере n минус 1 производной у нас есть вот значит а разы на ладнитесь 1 производная работа чтобы доказать что f от x да но если у нас есть n минус 1 производная то значит и первое производные есть, если n больше, чем 2, например, если n больше, чем 1. Это правда. Я здесь сейчас доказываю, я здесь пользуюсь тем, что у меня первая производная существует. Если n минус первая производная существует, значит, и первая производная существует, потому что они по очереди определяются. Хорошо. Вот. Итак, применяем правила Лопиталя, получаем здесь f' от x минус tn' от x. Разделить на x минус x0. И здесь возникает x, и дальше возникает n минус 1. Извините, пожалуйста, был вопрос, почему мы вообще применяем правила Лопиталя? Почему там числитель и знаменатель к нулю стремятся? Да, хороший вопрос. Как раз хотел про него сказать. Смотрите. Значит, во-первых, почему знаменатель стремится к нулю? Ну, потому что вот, он x минус x0 в степени n стремится к нулю, когда x стремится к x0 по арифметике пределов. Почему числитель стремится к нулю? Ну, потому что мы знаем, что tn в точке x0 равняется f в точке x0. А с другой стороны, и оба непрерывны. Ну, значит, f от x минус tn от x стремится к f от x0 минус tn от x0 равняется нулю при x, стремящемся к x0. Значит, действительно, вот числитель стремится к нулю, и знаменатель стремится к нулю. Как, теперь убедил, что можно применять правила Лопиталя? Да. Вот, теперь смотрите, значит, мы получили после первого дифференцирования, мы получили вот такую штуку. Что теперь можно сказать про числитель? Ну, так же стремится к нулю. А он снова стремится к нулю. Почему? Ну, вот у нас же было, что tn производная от x равна f производная от x. Так и есть, да. Так и есть. Значит, опять же, мы пользуемся ровно вот этой теоремой о том, что у нас все производные совпадают до n-включителя. Значит, опять у нас числитель стремится к нулю, знаменатель стремится к нулю. И, значит, можем сделать следующий шаг, снова применить правила Лопиталя. И так далее. Значит, на самом деле, в какой-то момент нам нужно будет остановиться. И произойдет это вот в какой момент. Вот так вот мы дифференцируем дифференцирование. И давайте предположим, что мы дошли вот досюда. Значит, здесь написано n факториал. Здесь у нас остался x минус x ноль. А здесь у нас написано n-ая производная. Значит, fn. Сейчас. n-1 производная. n-1 шаг мы сделаем. Вот такая штука. А можете еще раз объяснить, почему n-1 производная, f? Значит, ну, я сделал n-1 шаг. Вот на каждом шаге у меня производная увеличивается на единицу. Я сделал n-1 шаг. Значит, при этом в знаменателе у меня остался x минус x ноль. То есть я убил здесь все степени, кроме последней. А в числителе, соответственно, производная стала n-1. Вот. Давайте посмотрим, могу ли я применить правила Лопиталя еще один раз. Ну, вроде, да, еще один раз можно. А, подождите, не-не-не, у нас же до n-ой. А, это перед n-ой, ну да. У нас n-1 производных. Да. Смотрите, значит, я сказал вот здесь. Значит, смотрите, какие у меня производные есть. Значит, f имеет n-1 производную в окрестности точки x ноль. То есть вот это выражение определено в окрестности точки x ноль. Но вам никто не обещал, что вот эта штука, конкретно вот эта штука, будет дифференцируема в точках, кроме точки x ноль. Вот этого нам никто не обещал. Но мы же знаем, что n-ая производная f существует. А, существует в точке x ноль. Но здесь-то у нас x стремится к x ноль, x не равен x ноль. Нам известно, что n-ая производная f существует в точке x ноль. Значит, n-1 производная существует в окрестности. Но не факт, что это n-1 производная дифференцируема. А как мы тогда были на предыдущих шагах? На предыдущих шагах все было хорошо, потому что, например, n-2 производная обязательно дифференцируема. Потому что n-1 производная существует в окрестности точки x ноль. Поэтому n-2 производная существует и дифференцируема в окрестности точки x ноль. Тут все было хорошо. А вот на этом последнем шаге становится не очень хорошо. Но на самом деле здесь просто нужно быть аккуратным. Значит, дальше правила Лопиталя применить нельзя. Так как не факт, что fn-1 дифференцируема в окрестности. Но давайте заметим вот что. Кто такая tn-1 от x? Смотрите, у нас... Да, здесь я обычно писал tn. Давайте я здесь тоже напишу tn. Смотрите, tn – это многочлен n-ой степени. Что происходит с многочленом n-ой степени, когда вы его дифференцируете n-1 раз? Он становится многочленом первой степени. Так, сейчас, секунду. Мне кажется, что я... Сейчас, давайте проверим, что я правильную здесь производную написал. Нет, вроде бы правильную, да. Значит, он становится многочленом... Каждый раз, когда я дифференцирую многочлен, у меня степень уменьшается на единицу. Значит, если я продифференцировал многочлен n-ой степени n-1 раз, то у меня получился многочлен первой степени. Давайте посмотрим, что это будет за многочлен такой. Извините, а можете на секунду повыше экрана поднять? Давайте. Спасибо. Значит, кто такой n-1 производная, многочлено tn? Ну, давайте смотреть. Значит, вот у нас был наш многочлен tn. Устроен он вот так. Я взял n-1 производную. Значит, у нас остается вот эта слагаемая. От него остается просто n-ая производная функции f. Умножить на что? На x-x0. И остается еще одна слагаемая вот здесь. Значит, что это будет за слагаемая такая? Это будет просто константа, и это будет… Давайте посмотрим, что здесь должно быть. Давайте я сюда впишу эту слагаемую сейчас. Там будет просто n-1 производная функция f. Значит, здесь будет fn-1 производная x0 разделить на n-1 факториал умножить на x-x0 в степени n-1. Значит, когда я беру n-1 производная, то у меня от всей вот этой вот штуки остается просто n-1 производная функция f. в точке x0. Ну, давайте мы это все дело сюда запишем. Значит, вот эта производная, это есть fn-1 производная в точке x0. Вычесть. fn-1 производная в точке x0. Сейчас, почему вычесть, прибавить. Умножить на x-x0. Сейчас, можете, пожалуйста, еще объяснить, почему не факт, что у нас дифференцируема производная n-1, если мы до этого сказали, что она имеет n производных? Смотрите, она имеет n производных в точке x0. Это означает, что она имеет n-1 производную в окрестности точки x0. Это означает, что вот это... Значит, это означает, что все производные до n-2 дифференцируемы в окрестности точки x0. Но про саму вот эту вот n-1 производную не факт, что она дифференцируема в окрестности. Значит, она абсолютно точно дифференцируема в точке x0, потому что ровно ее производная в точке x0 – это и есть вот та самая n-ая производная функции f. Но в окрестности, в каких-то других точках, вот эта вот штука, n-1 производная, может быть не дифференцируема. Этого нам никто не обещал. Вот n-2 производная обязательно дифференцируем. Можно какой-то пример простой функции в порядке двух производных, почему это может не работать? Почему? Может такое быть, что какая-нибудь вторая производная существует, что функция дифференцируема в какой-то точке, и при этом ее производная не является дифференцируемой в окрестности этой точки. Сейчас сходу не приведу, но давайте я придумаю и напишу. Я, к сожалению, уже немножко задерживаю, так что давайте я сделаю последний шаг, чтобы его не откладывать на следующую лекцию, и мы на этом закончим. Последний шаг такой. Вот я посчитал n-1 производная функция tn, и это можно записать таким образом. Это есть предел при x, стремящемся к x0. Чего у нас тут написано? Здесь написано n-1 производная в точке x. вычесть n-1 производную в точке x0, и вычесть n-1 производную в точке x0 на x-x0. Это что на самом деле это мы сделаем? Значит, я вот это равенство подставляю вот сюда. Значит, вот здесь-то я продолжаю вот эту штуку. И просто я вот это равенство, которое мы получили явным дифференцированием, просто подставил вот сюда. Вот, и теперь смотрите. Значит, вот эту штуку уже легко преобразовать. Давайте я единицу на n-факториал сразу вынесу просто за знак предела, чтобы она мне тут не мешалась. Смотрите, что вот это такое? Точнее, что такое вот этот предел, вот этой штуки? А, это у нас, по-моему, производная просто. Да. Значит, вот эта штука стремится к чему? К производной какой функции? Ну, fn-1, наверное. Так, к производной n-1 производной функции f. Значит, кто оно такое? Производная n-1 производной – это кто? Ну, n-2. Сейчас. Производная n-1 производной. А почему она существует? Она существует как раз по предположению. Мы предположили, что… Вот, смотрите, значит, у меня была n-1 производная. Допустим, n равняется, скажем, 5. Тогда здесь написано 4 производная функции f, и я от нее еще беру дополнительно производную. Что получается? Ну, fn-1. n-1 производная. n-1 производная. n-1 производная, а наоборот, увеличивается. Это номер производной. Ну, только она в точке x0. Она в точке x0, да, совершенно верно. Совершенно верно. Вот. Причем, заметьте, что вот этот вот предел, он как раз не требует… Он как раз требует ровно того, что у нас есть. Он требует дифференцированности функции f, n-кратный, в точке x0. Он требует, чтобы вот эта штука существовала. Она существует. Он не требует… Этот предел не требует того, чтобы f… n-1 была бы дифференцируема где-то там. Он требует, чтобы она была бы дифференцирована только в точке x0, а в других точках неважно. Ну и получается, что теперь вот здесь вот эта штука стремится к производной. Эта штука сама есть производная, n-ая производная в точке x0. И значит, этот предел просто равен нулю. Теорема доказана. Все, лекция окончена. Теперь я готов отвечать на вопросы. Очень сложно. Ну, смотрите, общее правило такое. Все сложно, пока не разберешься. Я, надо сказать, когда я сейчас… Я не то чтобы сильно много сейчас готовился к этой лекции, но перед лекцией я открыл конспект. Посмотрел в конспект, и мне тоже показалось, что все это ужасно сложно. И я даже на некоторое время впал в панику, потому что я подумал, что мне надо было получше это все проработать перед лекцией. А сейчас наверняка где-нибудь запутаюсь. Но когда я сейчас стал это все рассказывать, и как-то оно в целом естественным образом все сработало. Поэтому, с одной стороны, да, здесь много всяких выкладок и в какой-то мере новые понятия, вот эти маленькие, производные высоких порядков, с которыми тоже не очень привычно. Там раньше мы считали, там первую производную, ну вторую производную, тут вдруг сразу энная производная. Вот, это может быть поначалу, действительно, все довольно непривычно. Но если вы просто возьмете ручку и попробуете повторить все те же самые действия, которые я сейчас делал, то у вас обязательно получится. И если в какой-то момент возникает какой-то затык, то, ну, во-первых, можно еще разочек посмотреть, посмотреть запись лекции, посмотреть конспект. Если не получается, всегда можно спросить меня. И я, значит, мы с вами этот затык преодолеем. А вы сможете спросить запись конспекта? Вот то, что я сейчас писал на доске, да, легко. Ну, кажется, в том конспекте, который опубликован на сайте, написано более подробно, чем я сейчас писал здесь на доске. Но если нужно, я это легко могу скинуть. У меня вопрос, а в какой момент нам нужна дифференцируемость в окрестности, а не в точке? Для чего это есть? Всегда, когда мы применяем правила лопиталя, нам нужна дифференцируемость в окрестности. Потому что в условиях правила лопиталя та функция, которая, ну, допустим, я применяю правила лопиталя вот здесь. Мне нужно, чтобы вот эта штука была дифференцируема в окрестности точки х0. То есть мне нужно, чтобы вся вот эта штука была дифференцируема. Ну, многочем-то дифференцируема, сколько хотите раз. А вот про эту функцию мы знаем только то, что она дифференцируема n раз в точке х0. Но тогда это означает, что у нее есть n-1 производная в окрестности. А если есть n-1 производная, то это означает, что все производные меньших порядков, то есть начиная от n-2 и дальше n-3 и так далее до 1, что они все существуют в окрестности. И это позволяет нам применять правила лопиталя, но вот до тех пор, пока мы не дойдем до вот этого шага. Вот до тех пор, пока здесь написано, типа, n-2 или меньше, они, эти самые производные, существуют в окрестности. Правила лопиталя в этом случае работают. Поняла, спасибо. Еще вопросы? А у нас на колоквиуме это будет, да? Будет. Супер. Вот. Так. Еще вопросы? А вот, в принципе, что эта формула нового привносит в математический анализ? О, и она в некотором смысле привносит все. Ну, то есть это в некотором смысле главная формула анализа, с моей точки зрения. Ну, я не знаю, по крайней мере, вся моя математическая жизнь, она сильно крутится вокруг этой самой формулы. Значит, что это такое? Ну, это некий такой микроскоп, который позволяет, зная, зная что-то про производные функции в точке, позволяет получить очень много информации про поведение функции в окрестностях этой точки. Ну, конкретно вот эта вот штука формулы Телореса, это нашим членом форме Пиано, она позволяет, она позволяет очень точно аппроксимировать поведение функции вблизи этой точки, и, ну, в частности, это позволяет нам находить всякие разные пределы. Типа, ну, хорошо, давайте я вам одно приложение приведу. Простое приложение. Вот, давайте, пусть мы знаем, что у нас f' в точке x0 равняется нулю, а f2 штриха в точке x0, допустим, больше нуля. Тогда в точке x0 есть локальный минимум. То есть мы эту термо уже доказывали там, ручками. Вот, но с помощью формулы Телореса она доказывается совсем легко, потому что, действительно, давайте скажем, что f от x, это есть f от x0 плюс f' от x0 на x минус x0 плюс f2 штриха от x0 на x минус x0 в квадрате плюс маленькая на x минус x0 в квадрате. Давайте заметим, что значит, вот эта штука это просто ноль, потому что у меня первая производная обнуляется. А вот эта штука, она во сколько угодно раз меньше, чем вот эта штука. То есть на самом деле можно сказать так, что эта вещь теперь можно переписать ее в таком виде. значит, вот здесь вот бета от x, она обязательно стремится к нулю. Ну и значит, это вот такая штука. то есть, иными словами, эта формула сейчас показывает, что наша функция f от x, она ведет себя, ну, очень похоже на вот такую вот параметру. Мы можем выбрать такую окрестность, чтобы знак вот этой штуки был бы таким же, как знак вот этой штуки. Ну и значит, если вторая производная положительна, то эта штука похожа на параболу ветвями вниз. Ну и в частности, это означает, что у нее есть локальный минимум, потому что, ну, если знак вот этой штуки весь положителен, то тогда гарантировано, что вот эта штука не отрицательна, и у нас локальный минимум. Ну и наоборот, если вот эта штука отрицательна, то можно добиться того, чтобы вот эта вся штука была отрицательной. Тогда у нас будет локальный максимум. Значит, вот мгновенное доказательство теоремы про локальный минимум и локальный максимум, исходя из анализа второй производной. Заметьте, что если бы у нас, например, вторая производная обнулялась бы, а наоборот третья производная была бы ненулевой, то мы могли бы написать формулу Taylor до следующего члена и тоже проанализировав таким же образом, понять, что у нас там будет либо максимум, либо минимум, в зависимости от того, что там. Ну, если третья производная. Да, хорошо, сейчас я освобожу тогда эту аудиторию, здесь будет информатика. Вот. В общем, короче говоря, есть всякие разные. Другое применение – это для нахождения пределов. Это вы на семинарах потренируетесь, используя формулу Taylor для нахождения пределов. Вот. Ну ладно, все тогда на сегодня. Спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо. До свидания. Продолжение следует...